Расскажи, пожалуйста, сколько лет ты занимаешься гипнозом? Я точно не скажу, но больше семи, в районе десяти где-то лет. Где-то в районе десяти, да. Но ты занимаешься с тобой работали или ты работал с людьми? Как практика строилась? У меня где-то год ушел на раскачку, на подготовку, на осознание того. Потому что когда я впервые познакомился с гипнозом, я подумал, что это прямая дорога или в фантазер, страна фантазии, либо в дурдом. Я не мог поверить, что настолько все легко и просто, и настолько все банально. Люди привыкли жить в каких-то сложностях, летать в космос, куда-то спешить, какие-то бизнесы, масштабные проекты, но никто не знает себя, никто не работает с собой, никто не знает своих внутренних состояний и ресурсов. И когда открылась эта, если так можно сказать, заслонка, я был удивлен, я не верил некоторое время, я сомневался. Я проверял на практике, работали и со мной, и я начинал работать. В принципе, где-то год ушел у меня на принятие, на результаты первые, на первые положительные галлюцинации, то есть это по каткову 3-3, это глубокая стадия погружения в себя. И после этого я продолжаю работать и с собой, и с людьми, потому что нельзя останавливаться. Ты ведешь занятия в клубе, ты их ведешь уже много лет, и вели, то Олег вел, то ты вел. У вас как-то это все в симпиозе очень хорошо получалось у обоих. Скажи, пожалуйста, вот, ну, приведи примеры ваших клубных ребят, которые чего-то достигли, чего-то изменили в своей жизни. Первый, кто приходит в голову, это Татьяна. У нее был лейкоз крови, очень тяжелое заболевание, она пришла уже после того, как она победила. Мы никак не причастны были к ее излечению. Мы помогали ей преодолеть последствия болезни, потому что очень тяжело, человек привыкает жить в одних и тех же рамках, постоянно в страхе, постоянно одевать маски, не выходить на солнце, не есть определенные продукты. Это было, кстати, очень веселое видео, я не помню, оно или осталось, или оно куда-то ушло. Когда она начинала есть какие-то определенные продукты, которые ей нельзя было есть, когда она болела. Это очень эмоционально, это очень вдохновляюще. Вот этот момент, когда ты видишь результаты своей работы, они очень вдохновляют, они очень поражают и мотивируют двигаться дальше, дальше и дальше. Много людей, Артур, все видели, чего он добился, неоднократно он этого показывал. Ходил еще парень к нам, он занимался профессиональным спортом. Он показывал колоссальные, конечно, результаты, и тело давало сумасшедшую обратную связь. Когда проводили с ним сеанс регрессии, он настолько был большой, там больше 120 килограмм в нем, он был каким-то всадником. Это такая уже подробность внутренней работы. И он настолько ехал на конец, скакал, что при работе с ним в кресле открутилось просто колесо. Настолько эмоционально и физически, бодро он это все проигрывал, и испытывал на себе, что просто чуть под ним не развалилось кресло. Добился чего? Восстановился у него тоже был очень серьезный диагноз, проблемы у него были с сердцем. Он восстановился буквально за пару месяцев, и врачи были в шоке, говорили, что невозможно. У него некоторые показатели до 100 раз опустились вниз. То есть были превышения колоссальные. Из-за нагрузок, из-за каких-то препаратов, которые принимают спортсмены профессиональные. Вот смотри, у тебя сейчас в речи прозвучало слово регресс. Я вот много в интернете изучаю эту тему и вижу, какие варианты сектования сейчас с этой темой связаны, и какие варианты обучения и так далее. Вот твое отношение ко всему происходящему, и вообще как к человеку, глубоко осознающему гипноз и вообще тему регресса. Ну это очень забавит, когда ты видишь всю картину, а они представляются регрессологом. Это просто один из мини-инструментов работы в трансе, работы в самогипнозе или в саморегуляции, в самопрограммировании. Это как человек делает болт для колеса автомобиля, а рассказывает, что он конструктор всего автомобиля. То есть они просто берут маленькое какое-то направление, могут его называть даже другими словами, но смысл остаётся всё равно тем же. Ну, я не понимаю, для чего они это делают, регрессолог. А почему нету прогрессологов или нейтрологов, кто на середине, кто ни вперёд, ни в будущее, ни двигает назад, тоже никого не помещают, а остаёт на середине. Если человек умеет делать только это, я так понимаю, он просто познакомился с данной техникой и её освоил. Но это не полный цикл, естественно, он может быть полезен только небольшой прослойке людей, которые заинтересованы именно в будущем или в прошлом, смотря кто он, регрессолог, прогрессолог. Смотри, а с чего бы ты посоветовал человеку, который вообще вот сейчас смотрит и боится слова гипноз, много людей сейчас боятся, просто шарахаются от этого слова, и вот он смотрит видео, его подмывает. А что же это такое? С чего бы ты посоветовал ему начать, если всё-таки он переборет свой страх? Может все эти ролики переименовать у себя на компьютере в самопрограммирование, в саморегуляцию, и слово гипноз не боятся. Это состояние, оно природное. Вообще состояние транса, оно естественно и свойственно человеку, потому что минимум два раза в день человек попадает в состояние именно глубокого транса, перед тем, как он просыпается и перед тем, как он засыпает. Но и периодически в течение дня он погружается раз где-то в два часа. Это необходимо для того, чтобы мозг, получая информацию отовсюду, запоминая звуки, какие-то шорохи, на которые мы осознанно не обращаем внимания, а подсознание это всё записывает нам. Чтобы от них избавиться, человек вольно или невольно впадает в это состояние. Но в нём ничего не происходит, если ты не знаешь никаких инструментов. То есть ты впал, у тебя, можно сказать, почистилась голова от того, что тебе не надо, и на этом всё. Но если ты знаешь какие-то инструменты и хочешь добиться чего-то большего, это состояние поможет тебе. Это на протяжении последних лет, наверное, 50, да, если взять, то о трансе, о гипнозе, о саморегуляции никто у нас не говорил, и поэтому возникло очень много всевозможных баек, легенд. Каждый что-то допридумывал, каждый чего-то себе. Насмотрелись телеканал НТВ, который рассказывает, что это только бандиты, мошенники, кто использует транс и гипноз. Цыгане, опять-таки же, используют инструмент этот. Но это, да, это есть, и это негативная сторона. Но есть и позитивная сторона. Можно работать и для чего-то. Для себя, для достижения каких-то результатов. Ну вот, например, мы когда работаем с более глубокими состояниями, мы работаем с информацией, да? Через, опять-таки, через гипнотический транс выходим в эти состояния. Скажи, пожалуйста, вот бизнесменам, которые хотят иметь развитую интуицию, что бы ты посоветовал? Нету какой-то стопроцентной таблетки, которую можно принять и получать ту же информацию. Есть какие-то наработки у нас, которые мы используем. Сказать 100% что это, это мы подключаемся к какому-то всевышнему разуму, или люди себя погружают в состояние регрессии и берут оттуда какой-то опыт или какую-то информацию. Как это охарактеризовать? Ну, неизвестно. Это невозможно проверить, это невозможно опровергнуть. Главное то, что мы получаем эту информацию, ее проверяем. Была масса примеров. Человек описывал какую-то местность, где он находился в 1900-х годах, не зная подробностей. В интернете есть все доказательства, есть картинки, все наглядно и подробно. То есть информацию мы проверяем по максимуму, как можем. Нельзя назвать это какой-то стопроцентной гарантией, но результаты, конечно, шокируют. Откуда это все берется, неизвестно. И я думаю, это не так уж и важно. Главное то, что ты можешь получить из этого. Важен сам результат. И применяем, применяем это на практике, людям это помогает. Ты сам обучался у кого? Кто тебя учил гипнозу? Я так понимаю, в гипнозе очень важна преемственность. Когда человек смотрит и говорит, это ученик там, он семь раз съездил в США. А ты в семь раз в США съездил за гипнозом? У меня было... И гипноз судил в России. Нет, не только в России. Почему в США? Хорошо, что у них не было вот этого запрета, и люди развивались, люди были образованы в плане гипноза, были открытия. Сейчас и по Европе, и по Америке много клиник стоматологических, много операций проводится под гипнозом, исключая всевозможную анестезию, потому что анестезия есть природная. И причем полостные операции делают, не просто какие-то там поверхностные раны, а именно полостные. Поэтому, конечно, я хочу съездить. Я до этого пока еще не добрался, до Европы и Америки. Это пока в будущем, в ближайшем. Но у меня преемственность, она даже больше кровная. Первый учитель был папа, Гребенюк Олег Михайлович, кто, собственно, меня познакомил, кто меня обучал, со мной работал. Потом я подрос, начал с ним делиться уже своими техниками, наработками. Естественно, во главе из учителей, я считаю его. Но было много и других людей. Первый, кто приходит в голову, это, конечно, Ильман Османов, величайший профессионал своего дела. Очень он... Он более подходит, я так понимаю, для профессионалов уже больше, у кого есть база, кто не первый год в этой теме. К нему советую съездить при первой возможности, потому что дает он материал очень интересно. И именно с профессиональной точки зрения это не база, не саморегуляция, не работа с собой, именно уже тяжелые какие-то случаи. Геннадий Иванов. Я познакомился с ним даже раньше, чем с Ильманом Османовым. Очень большую лепту он внес в наше видение, в наши какие-то работы. Когда я начинал заниматься, у него уже был довольно-таки большой опыт работы. Был ли в Москве, проходили обучение у Разыграева. Он тоже состоит в ассоциации, возглавляет ассоциацию творческого лечебного гипноза имени Райкова. Выдающийся человек со своими колоссальными наработками. Мне понравилось. Там мы познакомились с Майдмашиной, техникой. Он приверженец работы с ней. Довольно-таки интересно. И довольно-таки она облегчает жизнь профессионалов, если так можно назвать. Геннадий Гончаров. У него свой такой подход. Его сложно охарактеризовать. Он довольно-таки двойственный, с одной стороны. Но очень-очень много интересного. Ну, много и очень такого пока непостижимого у него. Очень интересный. Как преподаватель, да. Скажи, пожалуйста, вот на твои тренинги, на твои занятия, на работу с тобой, да, и в клубе, и вот на семинарского типа занятия могут приходить подготовленные, неподготовленные? Как охарактеризовать людей? Кто может к тебе приходить, кто может к тебе обращаться? И ведешь ли ты индивидуальную работу? Я веду индивидуальную работу, я веду и клубные занятия. В среднем где-то человек 10. То есть это небольшая группа. Больше это уже семинарные занятия, потому что для клуба это все-таки формат не больше 10 человек. Может приходить любой человек, желательно, чтобы он был заинтересован, потому что есть у него интерес, будет результат. Если человека привели и сказали, вот смотри, учись, результата никакого не будет, это просто выброшенные деньги, выброшенное время, выброшенные силы. Человек должен понимать, что он этого хочет, что он хочет что-то в себе изменить. Это очень важно, потому что начиная работать с собой, обратной дороги, можно сказать, уже нет. Это такая пугающая фраза, но оно на самом деле так и есть. Меняется все. Меняется восприятие, меняется образ мышления, меняется полностью твое окружение. Тебе уже становится неинтересно общаться с теми, с кем ты общался раньше. Это все проходили. И это, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это немножко пугает, потому что перемен люди боятся, боятся неизвестности. Но после этого открываются другие перспективы, да. Ну вот из тех, кто увлечен гипнозом, одна из особенностей, человек очень легко обращается с информацией все-таки, очень легко слышит себя, чувствует себя, и, соответственно, очень легко снимает информацию с другого человека и принимает его такой, какой он есть. И люди очень часто этого шарахаются, боятся. Да, это может со стороны выглядеть как-то немножко эзотерически, как-то шамански или как-то экстрасенсорикой попахивает. Да, да. Но характеризовать это сложно внешне, да, пока ты это не прочувствовал на себе. Почему так и говорю, что большая обратная связь у всех людей, с кем я работал, постоянно обберешь обратную связь. Откуда это приходит к тебе? К чему ты подключаешься? Как ты это чувствуешь? Откуда это все берется? Ответы все разные, но, с другой стороны, они все схожи. Получить информацию можно не только, как в представлении многих, что какой-то голос им начинает говорить. Нет, это не так. В основном это либо какие-то картинки приходят человеку, либо, как люди пишут стихи, я спрашиваю, откуда вот ты рифму, ты придумываешь, ходишь рифму, придумал слово и гадаешь. Он говорит, нет, мне это все льется потоком, я могу встать и начать это записывать. И потом только после этого я отслеживаю вообще, что я написал и как это получилось. Информация берется неизвестно мне откуда. Это может быть подсознание, если рассуждать логически. Что у него где-то он что-то слышал, у него переросло это в его собственный опыт, и мозг выдал стих, допустим, если говорить про стих. Это может быть подключение к какому-то высшему разуму. Это может быть его какой-то наставник, либо это может быть его личность из прошлой жизни ему что-то рассказывает. Вариантов много. Главное – результат. Повторюсь. Главное, что ты из этого получаешь и как это тебе помогает. А как это называть, это уже такое второстепенное. Спасибо, Сергей. Спасибо. Спасибо. Ответы на вопросы. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...